Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сплести вот такое милое панно, которое я назвала pink. Розовое, естественно, из-за цвета. Мне потребуется хлопковый вязанный шнур 4 мм любого цвета, но у меня я все подбирала к цвету рафии. Что такое рафия, я сейчас вывела на экране, и вы увидите. Также нам потребуется палочка основы, у меня на 17 см, ножницы и вода для того, чтобы выровнять нашу рафию в конце уже. Я беру 4 отрезка по 2 м 30 см и надеваю их на палочку основы лицевым креплением. Теперь я отсчитываю слева пятую нить и буду вести репсовую диагональ влево-вниз. И потом нить первой, которую я сейчас делаю, репсовый узелок, она у меня будет ведущей для репсовой диагонали вправо-вниз. Репсовый узел плетется, получается, бочоночками. И мы каждую нить по 2 раза на нашу ведущую нить как бы крепим. То есть 2 раза. Если вы не знакомы с репсовым узлом, то обязательно лучше посмотрите онлайн-урок по узлам, потому что его следует попробовать наловчиться, плести, возможно, до того, как вы начнете плести панно, потому что он не совсем простой, хотя относится как бы к базовым. У нас, на самом деле, это панно будет состоять из одинакового узора. Узор носит название бриллиант. Это когда мы в репсовом ромбе плетем внутри, в центре, квадратный узел. Вот сейчас мы берем 2 нити боковые с одной и с другой стороны и 2 нити в центре у нас. Мы их оплетаем квадратным узелком. И как бы это у нас создается такой бриллиантик. Далее нам потребуется сделать репсовые диагонали вниз, также слева и с правой стороны. То есть тут только репсовые диагонали, репсовые узлы и квадратный узелок в центре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот и сейчас мне бы хотелось вам сказать, что так как наше панно идет полукругом, то когда мы делаем вот эту диагональ внутреннюю, я бы подтягивала чуть ближе вот это расстояние и примеряла полукругом, потому что иначе будет не совсем получаться полукруг, то есть если мы будем делать одинаковое расстояние вот этих промежутков слева и справа, то полукруг у нас не совсем получится, у нас будет сильно выпирать сверху, например, и нити снизу будут наоборот натягиваться. И вот снизу расстояние, я надеюсь, что вы понимаете, что значит снизу, то есть мы вот нашу цепочку полукругом вначале же, я думаю, увидели, какое панно получится в итоге. Вот и снизу, с правой стороны, лучше оставлять подлиннее вот эти промежутки, а с левой стороны наоборот сокращать и более затягивать. Субтитры сделал DimaTorzok Я делаю пять таких ромбиков, ну и для моей палочки основы этого достаточно, потому что иначе потом уже как-то не сильно смотрится и не очень красиво получается. Ну вот, готовы мои ромбики, и сейчас вот вы увидите, что можно было даже подтянуть сильнее внутренние вот эти вот промежутки, но мы с вами крепим сейчас лицевым таким же креплением, но одной нитью. На видео, я думаю, все, просто нужно повторить, как я это делаю на видео, если вы не знакомы с таким креплением одной нитью. То есть мы кладем сначала на палочку нашу основу, выводим нить, и потом создаем перемычку, и опять создаем петельку, и выводим уже через палочку в петельку. Я через одну нить создаю это крепление. То есть вот нити, которые у меня остались от узора, через одну я беру не все. То есть я хочу, чтобы у меня было всего лишь четыре крепления, а нитей у нас там восемь, поэтому все восемь мне не надо. Я только четыре. Далее вот эти отрезки лучше сделать узелок и закрепить, либо оставить. Если у вас хлопковый шпагат, то будет классная бахрома. И потом берем рафию по 60 отрезков, и на вот эти промежутки внешние я буду ее цеплять. Чем больше, тем лучше. Еще бы советовала вам не по одному пучку делать, а, например, сложить два вместе отрезка, и вместе их надевать. Тогда смотрится даже пышнее. Вот. Сколько здесь будет отрезков, это уже на ваш выбор и вкус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, теперь я хочу распрямить. Водичка мне в этом поможет. Я просто попшикала, и рафия стала намного прямее. Остается только сделать петельку. Я беру просто отрезок, там, 50 сантиметров, и делаю два узелка, отрезаю потом лишнее. И у меня готовая петелька, и наше панно готово. Только еще в конце я немного закруглю рафию, ну, подровняю ножничками, чтобы был красивый низ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, наше панно готово. Я впервые использую рафию в своей работе. Расскажите, как вам, понравилось или нет. Мне будет интересно посмотреть на ваши работы, ваше применение ее, если вы впервые узнали. И до новых видео. Пока-пока.